и я всех приветствую на канале открытый космос зеленого кота меня зовут виталий горов я блогер популяризатор космонавтики в интернете в блогах меня можно найти как раз по нику зеленый код а так вот сейчас выхожу активнее на youtube сейчас все занялись онлайном я тоже решил свои лекции перенести сюда и рассказываю о космосе об исследованиях его и сегодня мы поговорим о российских исследованиях космоса о том что делают наши ученые сегодня или делали в там предыдущие 5-10 лет какие открытия совершили какие вопросы пытаются выяснить при помощи российской космонавтики не только российской на какие научные вопросы надеются ответить мы поговорим прежде всего о планетологии и об астрофизики я прям попрошу прощения у сотрудников института медико-биологических проблем сегодня ваши вопросы не сможем к сожалению хватить вы конечно делаете колоссальную работу на мкс на биоспутниках но сегодня если мы еще и и включили в сегодняшний обзор то лекция бы затянулась часа на три сегодня мы поговорим как раз об о планетах об исследовании планет включая луну и о более далеких объектов в том числе супер далеких квазарах об исследования которые выполняют российские астрофизики и мы поговорим снова подчеркну о современной деятельности в науке историю немного вспомним но совсем незначительно и посмотрим что у нас делалось что делается сейчас и что планируется в будущем планах постараемся поговорить поменьше один из очень важных фундаментальной науки исследований которые выполняли российские ученые совместно с международной коллаборацией это проект радиоастрон он стал возможен благодаря космическому аппарату спектр р благодаря космическому радиотелескопу который был установлен на его борту и который запустили в 2011 году с 2011 до 2000 до конца 2018 года он успешно летал работал собирал данные и потом все-таки он долетал вообще его изначально за предполагали что он проработает три года он проработал семь с половиной лет так что пролетал больше чем предполагалось и трижды пришлось продлевать его научную программу так что результаты он показывал и показал довольно интересное к сожалению не получилось каких-то заметных фундаментальных прорывов сравнимых там с фотографией черной дыры так называемую словной фотографии черной дыры и к сожалению он не делал красивых фотографий как это делал например делает космический телескоп хаббл который многие знают или как минимум точно видели снимки с него это радиотелескоп и его задача состояла в регистрации излучения радиосигналов радиоисточников в космосе как правило это был далекий космос либо наша галактика очень сильные радиоисточники очень компактные радиоисточники в нашей галактике либо большие и мощные радиоисточники намного дальше от нее там в миллионах или даже миллиардах световых лет от солнца и вообще от нашей галактики сам по себе он как радиотелескоп не такой уж большой 10 метров для радиотелескопов это очень мало там есть радиотелескоп и наземный самый большой наверное подвижный с подвижной тарелкой 100 метров в диаметре под москвой например впущены есть радиотелескоп 22 метра в медвежьих озерах есть радиотелескоп тоже под москвой 64 метра тарелка диаметром здесь всего 10 метров если мы будем говорить о там наблюдениях ну в принципе там даже в солнечной системе расстояние между земной орбитой и поверхностью земли не такое уж большое то есть как отдельный радиотелескоп он работал не то чтобы супер эффективно понятно что он как 10-метровый телескоп он работал нормально как телескоп который должен смотреть дальше и видеть больше чем видят наземные телескопы самостоятельно один в поле не воин и он не мог этого делать он это делал вместе с наземными телескопами здесь как раз очень важно было важно было иностранное участие он действовал под так называемую под так называемой технологии радиоинтерферометрия со сверх длинной базы эта технология вообще теоретически была обоснована советскими учеными и в общем-то они начали первые эксперименты сейчас по этой технологии работают очень большое количество наземных радиотелескопов но и наш радиоастрон не первым оказался радиотелескопом который стал работать таким образом в космосе ну первый эксперимент был советский еще на станции салют 6 если не ошибаюсь когда был там на станции развернут радиотелескоп отдельно летающий радиотелескоп 1 запустили японцы но потом но у него была достаточно близкая к земле орбита а радиотелескоп запустили на гораздо более высокую и длинную орбиту и крайняя точка его полета практически соответствовала расстоянию до луны там чуть чуть поближе но в целом он отлетал почти до луны и возвращался обратно по крайней мере на такое расстояние что это за суть что это в чем суть этой технологии представим что есть или может быть очень гигантская тарелка она может работать сама по себе собирать данные и добиваться очень высокого разрешения разрешающая способность для разрешения телескопа это один одна из важных характеристик любого телескопа хоть вы любительски покупаете обычный зеркальный там на луну посмотреть вечером с балкона хоть вы строите 10 метровый телескоп оптический на земле хоть вы строите там радиотелескоп или вот в космосе очень важный показатель это диаметр диаметр определяет именно разрешающая способность разрешающая способность это способность телескопа видеть или разделять или разрешать как говорят астрономы наименьшие объекты то есть телескоп может быть может смотреть далеко приближать хорошо но там все будет размыто это значит низкое разрешение но чтобы увеличить разрешение телескоп нужно увеличивать сам телескоп именно диаметр его и в радиодиапазоне поскольку там достаточно большая длина волн есть возможность не просто увеличить сам размер телескопа но взять два отдельных телескопа и представить что это две маленькие части одного большого зеркала а у радиотелескопов это тоже называется зеркалом две маленькие части одного большого зеркала и разнося эти телескопы как можно дальше друг от друга но при этом цифровым способом сводя данные из каждого из них можно добиться очень высокого разрешения это будет неполная копия того что если бы мы создали такую гигантскую тарелку потому что чувствительность телескопов то есть способность принять достаточно много энергии от какого-нибудь там источника который мы наблюдаем все-таки будет соответствовать чувствительности этого телескопа то есть по такой технологии можно очень далеко разнести антенны но мы все равно или зеркала телескопов что в общем в данном случае является синонимом но все равно мы будем ограничены мы можем повысить таким образом разрешение телескопа но сможем наблюдать очень яркие объекты очень сильно излучающие в данном случае в радиодиапазоне и вот радиоастрон запускали именно с такой целью наблюдать очень яркие объекты в радиодиапазоне с очень высоким уголовым разрешением и для этого зеркало телескопа в данном случае вот этого 10 метровая вынесли очень далеко в космос потому что если мы на земле будем дальше 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 раздвигать эти телескопы то в какой-то момент мы упремся просто в ограничении диаметра земли просто сильнее мы уже не раздвинем как надо на двух сторонах земного шара в этом плане как раз радиоастрономам было бы выгоднее чтобы земля была плоская имела диаметр 40 тысяч километров они как наша сферическая 12 в этом плане удобнее было бы можно было дальше разнести просто радиотелескопа но поскольку у нас земля шарообразно к сожалению нам приходится для увеличения диаметра нам приходится выносить космический телескоп собственно в космос радиотелескоп и вот это расстояние до 400 километров там 380 где-то тысяч километров по сути создала самый гигантский астрофизический инструмент в истории размером 380 тысяч километров просто гигантский понятно что они вместе были связаны только даже по сути ничем не были связаны просто здесь принимались данные на земле принимались данные и все это отсюда по радиоканалу передавались на землю на земле уже обрабатывались вместе совмещались или коррелировались как говорят астрофизики что же он наблюдал конечно если бы например где-нибудь во время его полета ученые зарегистрировали какой-нибудь сигнал инопланетян то радиоастрон нам бы не помог потому что обычно ну вряд ли такой сигнал был бы супер сильным радиоастрон мог наблюдать только очень яркие объекты в радиодиапазоне и один из таких объектов это ядра активных галактик если они находятся очень далеко и очень активно их называют квазарами но по сути активная галактика которая находится ближе к нашей галактике или далекий квазар это одна и та же точнее один и тот же тип галактики может быть просто на разных этапах жизни то что мы видим далеко в космосе как правило имеет более древний то есть на каком расстоянии мы видим там на расстоянии миллиард цветовых лет значит мы видим галактику состоянии в том состоянии в котором она была миллиард лет назад и чем мы дальше смотрим чем в более раннюю вселенную мы заглядываем отсюда мы смотрим на этапы жизни галактик в более древнее время то есть то время когда они были молоды вероятно любая большая галактика когда-то была активна и наш млечный путь в том числе но сейчас он не является активно активной галактикой наше ядро спокойно практически не находится в состоянии поглощения вещества черная дыра сверхмассивная которая находится в центре и наши наша галактика не такая яркая ядро нашей галактики не такой яркой в радиодиапазоне как вот подобные галактики эта картинка есть фотографии с космического телескопа хаббл например активных галактик они шикарно смотрятся но я сознательно не стал их брать потому что мне бы сказать что ты рассказываешь про российские телескопы показываешь не наши фотографии поэтому я показываю картинку что здесь интересного что можно наблюдать кроме помимо самого процесса поглощения вещества в так называемом аккреционном диске то есть диски пыли и газа который собрался вокруг черной дыры которая в центре находится сверхмассивная черная дыра все это дело туда падает постепенно но не но она излучает это немного кажется странным черная дыра излучает и это не про излучение хокинга это обычный свет обычное радио рентгеновское излучение причина этого излучения не в черной дыре а просто в в том что вокруг собрался весь этот сгусток и он сам по себе начинает излучать но вот это свечение которое видит оптические телескопы они по физике происхождения этого свечения отличается от того свечения которые наблюдают радиотелескопы там просто разное кому интересно в радиотелескопах прежде всего наблюдается последствия радиоизлучения так называемая синхротронная от движения электронов в магнитном поле сверхмассивной черной дыры оптические телескопы если подобные наблюдают они видят тепловое свечение то есть пыль газ становится плотным взаимодействует друг с другом нагревается и начинает излучать вот когда все это происходит либо маленькая черная дыра поглощает вещество либо сверхмассивная черная дыра поглощает вещество у дыр таких у активных черных дыр находящихся в состоянии поглощения формируются так называемые джеты это вот такие противоположно направленные очень узкие струи вещества таким образом улетучивается примерно 10 процентов массы аккреционного диска то есть не все не все вещество которое подлетает черной дыре туда падает участие есть возможность сбежать но эта возможность до конца не объяснена учеными и более того вот в том числе радиоастрон одно из открытий радиоастрона оказалось в том что он показал что яркость в радиодиапазоне этих струй вещества этих джетов превышает расчетную максимальную яркость которую могло бы которая могла бы получиться в ходе всех этих даже очень масштабных процесс и это действительно открытие которое ученым еще предстоит объяснить наши ученые российские которые работают с ним предлагают несколько гипотез три как минимум хотя мы наверно могли бы и побольше перепроверять надо еще и видимо другими уже средствами о других возможностях перепроверки получения новой информации об этих объектах еще поговорим но собственно переходим к картинкам радиоастрон вот такие картинки он присылает понятно что на рабочий стол такое не разместишь но если только сами астрофизики которые получили это изображение могут что мы здесь видим мы здесь видим ядро ядро галактики и как раз вот этот самый ядро активной галактики и струя то есть вот здесь струя наблюдается в очень высоком разрешении выше чем мы могли бы видеть вот так выше чем в десятки раз выше чем нам мог бы показать космический телескоп хаббл или любой другой наземный оптический телескоп то есть вот это приближение и вот это яркости вот здесь которые мы видим они и показывают свойства этой черной дыры и свойства процесса то есть мы способны астрофизики способны лучше увидеть и понять процессы происходящей в самом ядре активной галактики то что без радиоастрона было практически невозможно ну вот да все пришлось мне разместить одну фотографию которая является совмещением снимков хаббл и чандра американских космических телескопов оптического и рентгеновского диапазона но где-то там глубоко в ядре вот именно у этой галактики наш радиоастрон рассмотрел другие подробности которые в оптическом диапазоне практически не в оптическом не в рентгеновском практически не видны если сравнивать возможности наземных телескопов и радиоастрона вот один и тот же объект наблюдаемый земными телескопами даже несколькими вот о чем я говорил в режиме наземной радиоинтерфериметрии со сверх длинной базы и тот же самый объект но уже ради наблюдаемые радиоастроном и можем мы можем видеть разницу примерно в 10 раз то есть то мы видим большой объект то мы видим уже достаточно компактный причем видим даже часть струи джета который вырывается из этого из этого ядра активного которое наблюдает радиоастрон но это еще только самое начало его работы было более подробные вещи которые он сделал и более интересное открытие которое было совершено вот здесь здесь мы видим снова очередной джет вырывающийся из черной дыры 2 который с обратной стороны мы не видим потому что здесь все перекрывает аккреационный диск то есть та самая тот самый сгусток пыли и газа а этот вырывается и а вот здесь какие возможности появились или дали возможность радиоастрона они позволили увидеть спиральную структуру то есть мы видим что здесь эта струя закручивается соответственно у ядра этой активной галактики есть какой-то период вращения и этот период вращения накладывает свой отпечаток на на ту струю которую он выбрасывает здесь участвуют и магнитные поля этой этого черной дыры и этого ядра активной галактики причем в данном случае мы говорим о галактике м 87 это уже не квазар может быть квазар он был в прошлом или квазар он был бы если бы на него смотрели с расстояния миллиард световых лет но это активная галактика одна из самых близких и даже наверно ближайшая активная галактика и ее наблюдают оптические телескопы находится на расстоянии 50 чуть больше 50 миллионов световых лет она прославилась год назад когда европейские и американские ученые собрав несколько телескопов на земле смогли увидеть ядро то что назвали журналисты назвали фотографии ядра или фотографии черной дыры или правильнее сказать фотографии тени черной дыры что в общем то все равно мало отражает в реальности то наблюдение которое было совершено но действительно они смогли добиться более высокой разрешающей способности чем радиоастрон и они смогли увидеть самое вот наименьший заметный или излучающую часть этого ядра что который уже окружает саму черную дыру которая понятно не излучает заметных видов излучения вот так еще ближе даже в динамике тоже та же самая галактика м 87 объект в ядре вот так наблюдался выброс уже но вот где-то в центре и все равно все равно радиоастрон не смог хотя ученые надеялись я же даже когда я читал пресс релиза которые еще выходили перед запуском радиоастрона и наши ученые горели ну мы надеемся что у нас все таки получится увидеть тень черной дыры почему почему наземные телескопа как я уже сказал диаметр их был меньше не смогли точнее смогли иностранные а наш улетевший на 400 тысяч километров не смог причина в длине волны то есть вот я сказал что на разрешение влияет диаметр телескопа и второй параметр о котором можно говорить необходимо учитывать при определении разрешающей способности телескопа это длина волны на которой наблюдается длина волны электромагнитного излучения она меняется и ту часть которую мы видим например нашими глазами от синего к красному изменения примерно в полтора раза то есть если мы будем фотографировать только в красном диапазоне только красный красный цвет будем принимать на наш детектор например фотоматрицу фотография будет в полтора раза меньше разрешением чем если мы будем фотографировать на синюю и здесь примерно то же самое произошло но в в радиодиапазоне у радиоастрона предельные возможности по наблюдению были длина волна длина волны три сантиметра а то что сделали вот при наблюдении ядра галактики и той самой тени черной дыры там наблюдение велось миллиметровом диапазоне миллиметровый длинный волн в общем-то не очень хорошо пропускает земная атмосфера но они смогли они добились они использовали телескоп на южном полюсе они использовали телескоп в горах телескоп alma но когда все это было когда вышли вышла публикации пресс-релизы о том что вот американские европейские ученые смогли увидеть ядро черной дыры они не не просто ядро тень черной дыры они не забыли об участии радиоастрона и европейская южная обсерватория выпустила вот такой ролик где показала приближение то есть такое увеличение с возможностями различных телескопов и последнее перед наблюдением вот той самой того самого той самой тени черной дыры был радиоастрон то есть вот здесь наземное наблюдение затем идет уже снимок совмещено вот эта фотография телескопа хаббл мы можем видеть этот джет вот это уже радиоастрон и но вот чуть 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 он не дотянулся не добрался до этой тени к сожалению я присутствовал вместе с теми учеными которые занимались этим исследованием когда была вот эта презентация и они прям был и была видна их досада потому что они ну вот почти подобрались но не получилось сенсации сделать не удалось и ну теперь они во первых обрам продолжают обрабатывать те данные которые насобирал радиоастрон за семь с лишним лет там у них есть свои находки свои открытия связаны не только с нашими телескопами не только радиодиапазоном но про все рассказывать очень долго я постараюсь может быть в своем блоге об этом подробнее рассказать или позову действительно эксперта астрофизика которая этим занимается и он расскажет подробнее я думаю мы в будущем еще поговорим об этом что еще можно сказать про достижение радиоастрона вот это то что ну понятно что это не фотография но это наблюдение более близкого но более компактного пульсара в галактике млечный путь то есть в нашей галактике он намного ближе чем далекие даже там не квазары а далекие галактики соседние что это такое это так называемая эффект субструктура пятна рассеяния суть его в том что радио лучи в общем то они достаточно хорошо проникают через атмосферу проникают там через пыль и мы в радио диапазоне можем увидеть что то вот как при в предыдущих примерах мы можем увидеть то что в оптическом диапазоне даже в рентгеновском диапазоне мы скрыта пылью свечением пыли мы можем подобраться в радио диапазоне гораздо глубже но у этого разрешения у него есть предел не только связанный не только с диаметром нашего телескопа который мы наблюдаем а есть тоже рассеяние на радио лучах и здесь как раз радиоастрон добрался до предела вот до того момента когда наш диаметр наше разрешение разрешающая способность уже не способна пробраться дальше просто за счет простого увеличения диаметра именно потому что здесь излучение в радио диапазоне тоже рассеивается и вот это россия не удалось увидеть дальше если мы хотим увеличить начнение увеличить увеличить детализацию то есть увидеть что за этим рассеянием как как выглядит пульсар ближе потребуется дополнительная обработка в целом вот то что мы видим это что увидели астрофизики при помощи радиоастрона они сравнивают с светом фары автомобильной в туманную ночь или в дождливую ночь то есть мы как бы понимаем что там но постоянная рябь мешает нам сфокусироваться но при этом если мы будем наблюдать долго а потом проведем цифровую обработку и сведение этих снимков отбрасывая вот эти помехи мы сможем увеличить качество снимка и сейчас как раз наши ученые работают над алгоритмом того это принципам от очистки снимка от этого тумана я думаю когда они достигнут в этом заметного прогресса мы об этом услышим в новостях надеюсь ну и конечно я сам постараюсь об этом рассказать но к сожалению радиоастрон долетал свое полгода пытались его спасти но там у него вышел из строя система передачи данных на землю то есть ученые видели что он работает что он по-прежнему может наблюдать что платформа космическая находится под управлением но он не мог передавать на землю все что он собрал все что он наблюдает и поэтому пришлось от его работы отказаться и сейчас он продолжает свой полет но уже без какого-то управления но наука не продолжает не прекращается и сейчас как раз вот те данные которые смогли накопить они еще станут основой для я думаю ни одного года работы и ни одного и может быть даже ни одного десятка новых открытий новых исследований которые будут проведены на основе этих данных они все хранятся они будут храниться бессрочно они резерв за резервированы в на двух носителях так что я думаю наши ученые с ними еще по работы полгода вот с конца 18 до середины девятнадцатого года полгода россия российская наука была без своих космических аппаратов это действительно было грустно там и ломоносов вышел из строя в восемнадцатом году мы еще про него поговорим и про его результаты и вышел из строя вот радиоастрот в конце восемнадцатого года прям под новый год очень неудачный подарок был для наших ученых но что делать и после этого вот полгода у россии не было своих научных космических аппаратов в космосе ну и за исключением там может быть студенческих сириусатов которые даже школьных сириусатов там был научный прибор но их задача была конечно больше образовательная они научно но к счастью в середине восемь девятнадцатого года летом девятнадцатого года полетел новый космический телескоп спектр р.г. хотя он во многом технически не сам телескоп не сама обсерватория а вот сама платформа повторяет радиоастрон это точно также платформа навигатор производства и пола очки на но научная нагрузка совсем другая хотя в названии р.г.р. кажется что-то рядом но если р это радио то спектр р.г. это рентген гамма р.г. это в общем-то историческое название у этого телескопа очень сложная очень больная история на самом деле их два таких было и один сделали и не запустили и он сейчас стоит в нп лавочки но никто не знает что с ним делать но я думаю надеюсь что в конце концов его отдадут к в какой-нибудь музей и мы сможем посмотреть на настоящий космический аппарат подготовлены к запуску но не запущены на сегодня я наверное знаю только один пример такого аппарата это в санкт-петербурге в музее связи в музее радиосвязи там висит космический телескоп который синить и скопа спутник-ретранслятор который готовили к запуску но не запустили но это было еще в 90-е годы здесь же один готовили не запустили он просто устарел моральные физически и сделали другой и наконец запустили его у него два телескопа на самом деле но не рентген и гамма рентген и рентген название как я уже сказал гамма на так исторически идет хотя реально он наблюдает в рентгеновском диапазоне и его главная задача научная с которым его запустили полная картография в пределах его чувствительности конечно всего видимого неба причем неоднократная картография его задача обнаружить различные тоже источники в рентгеновском диапазоне там и черные дыры нейтронные звезды и сверхмассивные черные дыры в том числе и увидеть даже их активность то есть черная дыра не в постоянном режиме является излучение из излучает там в различных длинных волн в том числе в рентгеновском если она прекратила есть она потускнеет если она снова начала есть или ну поглощать вещество конечно если она начала активнее это делать то она стала ярче и вот эти изменения тоже важно наблюдать и как раз спектр рг будет этим заниматься будет просто картографировать всю видимую сферу небосвода и потом делать это снова снова и снова вот как раз полгода по идее 1 1 сферу одну сферу он сможет обозревать за полгода и вот сейчас он занимается этим и летом его запустили какое-то время там были летные испытания ему еще надо было полететь в точку лагранжа l2 системы земля солнце мы про них говорили несколько дней назад я ссылку оставлю в комментариях если кому интересно про это послушать подробнее узнать побольше на нем два телескопа напомню российский арт xc вот половина неба в такой проекции развернутой и немецкий яросита здесь многие там критики говорят ну что это это же просто его зачем нам европейцев подвозить в других случаях европейцы нас подвозили мы тоже об этом поговорим это по научной нагрузке это действительно международный проект и по сути это международный проект но космический аппарат там наш и один телескоп наш там действительно ученые договорились вот немецкие российские в том что у каждого будет свое полушарие то есть вот по плоскости нашей галактики поделили всю вселенную и одна половина вселенной будет русская вторая половина вселенной будет немецкая ну и на инопланетянам об этом говорить не будем что они попали в зону влияния кого-то там русских или немцев это просто такое условное разделение конечно просто речь идет о том что здесь будут открытие совершать и первыми заявлять о них российские ученые в другом полушарии будут этим делать немецкие хотя в общем-то в живем там и в одном полушарии земли но здесь речь о полушариях видимой вселенной они неземно неземной то есть оба телескопа успешно работают вот такие фотографии присылают сразу скажу я специально уточнял разрешающая способность вот то о чем мы говорили у этого телескопа не самая мощная в сравнении с другими рентгеновскими телескопами есть например европейский x мм ньютон есть американский чандра рентгеновский телескоп у них разрешающая способность гораздо выше чем у нашего телескопа но наш работает по площадям то есть если они работают по выборочным целям и наблюдают то наш уже наблюдает практически все пусть не в таком хорошей не такой хорошей детализации но он их наблюдает в процессе то есть он их наблюдает а хоть и с периодичностью раз в полгода будет наблюдать но уже работа идет вроде бы все успешно и он будет видеть изменения то что для там даже самой чандры не так не так это осмысленно потому что у нее целей много и она как правило в одно место иногда смотрит несколько раз но не так часто как будет делать это то есть его работа больше статистическая а не в том чтобы наснимать нам красивых фотографий ну вот что то можно конечно наснимать я думаю потом все-таки там наши ученые и немецкие тоже научиться получше обрабатывать эти снимки в общем то у них уже есть технология и фотографии могут быть красивее ну вот здесь как раз вот эти тут маленькие точки это уже плоскость нашей галактики то есть даже когда просто создадут карту полной галактики точнее видимость сферы вселенной уже будет что-то интересное уже будет важное достижение похожую похожую работу выполняет европейский космический телескоп гая который тоже находится где-то там в точке lagrange l2 но он делает это в оптическом диапазоне и он занимается астрометрией то есть он наблюдает звезды в оптическом диапазоне то есть наш видимым нашими глазами и потом в общем-то эти данные можно будет совмещать и смотреть что увидела гая что увидел наш спектр рг и гая действительно создал дает уже она неоднократно проводил уже полный обзор она действительно дает очень интересные результаты я думаю открытие в рентгеновском диапазоне можно будет сравнить с ними во первых друг с другом и сравнить в успешности и в эффективности этого этих наблюдений и оптическая то есть видим диапазоне вселенная я думаю будет заметно отличаться от рентгеновской вселенной и мы уже можем сравнивать и соответственно получать новую информацию оттуда до спектр рг в похожих диапазонах тоже с экстремально яркими источниками и выбросами энергии во вселенной наши ученые работали по проекту интеграл он и сейчас продолжается это европейский космический телескоп но он запускался российской ракетой в принципе европейские ученые довольно плотно работают с российскими ракетчиками в том числе и европейцы дают космический аппарат вот та же самая гая например она полетела на российском союзе на российской ракете хотя там просто заплатили но до этого и сейчас такое сотрудничество тоже продолжается европейцы делают космический аппарат русские дают ракету и пользуются частью результатов этого космического аппарата в данном случае у интеграла 25 процентов рабочего времени принадлежит россии российским ученым поэтому если мы говорим именно про российские телескопы ну можно вот так его показать то есть одна четверть этого телескопа принадлежит россии и россия занимается исследованиями из примеров того что он делает но вот здесь он смог наблюдать свечение в рентгеновском диапазоне полярных полярного сияния то есть это уже околоземный телескоп он там тоже в основном в гамма диапазоне но и часть рентгеновского жесткого рентгеновского излучения захватывает и он ближе к земле если этот улетит улетел на полтора миллиона километров интеграл поближе вот он смог на землю посмотреть и интеграл с ней спектр rg не будет на землю смотреть его как раз отодвинули подальше чтобы он всегда смотрел во внешнюю часть и он не на солнце не будет смотреть ни на землю может только в порядке эксперимента вот как раз разница как выглядит наша галактика в данном случае в гамма диапазоне вот как в видимом диапазоне то есть понятно что в гамма далеко не каждая звезда является ярким источником гамма-излучения даже наше солнце не самое яркое не самый видимый яркий источник в гамма диапазоне если мы сможем сможем выйти в космос рассмотреться по сторонам посмотреть на источники гамма-излучения и мы солнца может быть даже не увидим если там не будет каких-то мощных вспышек то она будет в гамма диапазоне практически черным. И вот мы увидим только черные дыры и другие очень яркие источники гамма-излучения. Ну и вот здесь пример. Это центр нашей галактики, предполагаемое место расположения сверхмассивной черной дыры и наблюдение как раз в длительном временном периоде. Тут несколько, вот здесь несколько по месяцам идут в течение полутора лет, наверное, наблюдения. Седьмой, а нет, даже двух-трех лет. Десятой даже. И видно, что в разных местах происходят вспышки. И по этим вспышкам уже можно определять те же самые черные дыры близкие и далекие. И наблюдать за их активностью уже подробнее, если какое-то из событий привлечет внимание ученых. В дальнейшем все, наверное, остальные проекты, о которых мы поговорим, они так или иначе связаны с попутной нагрузкой. То есть, когда космический аппарат российский или иностранный или создается для других целей, например, для прикладных, как вот в данном случае ресурс ДК-1, его задача фотографировать Землю. Фотографировать там для гражданских служб, для негражданских служб, поставлять фотоснимки Земли. Но ученым дали возможность вот такой добавить свой научный прибор. И этот научный прибор регистрировал космические лучи. По сути, это тоже астрофизика. Только если мы говорили об источниках рентгеновского излучения и черных дырах, которые находятся где-то далеко, те же самые квазары или активные галактики, они выбрасывают некоторые частицы, которые летят до Земли и поглощаются только земной атмосферой. Долетают до Земли, они даже могут попадать в наши космические корабли, в международную космическую станцию. Далеко не все галактические частицы заряженные способны остановить земная магнитосфера и останавливает их только земная атмосфера. И даже если, например, в самолете лететь, подняться повыше и можно увидеть, если с собой взять счетчик Гейгера, можно увидеть, что излучение растет, то есть облучение. Это как раз те самые галактические и космические лучи врезаются в нашу атмосферу, создают пучок вторичного излучения, разрушаясь и разбивая атомы нашего воздуха. И вот это остаточное вторичное излучение долетает до самолетов и дозиметры его могут зарегистрировать. И вот, чтобы понять, сколько этих космических лучей к нам летит, какая у них энергия, сколько прилетает от Солнца, сколько прилетает от других более мощных и более далеких источников этих космических лучей. и поставили этот дозиметр, их здесь было даже два, назывались они Помела и Арина. И вот один из результатов Помела регистрировала именно галактические и космические лучи, ну в общем-то все наиболее мощные. И здесь в общем спектр по энергии и по количеству, то есть по вертикали это количество, плотность этих частиц, по горизонтали их да, по вертикали количество, по горизонтали их энергия. То есть чем выше энергия, тем их меньше. Ну это в общем не единственный прибор, который провел наблюдение, подобное наблюдение, но здесь можно видеть и различные частицы, различные массы, различного свойства, там есть электроны, есть ядра атомов водорода, вот протоны больше всего их гелий и другие там более тяжелые элементы, ядра элементов более тяжелых. И данные наблюдения можно сравнивать с другими наблюдениями, которые проводились иностранными экспериментами или российскими, но уже другими и уже смотреть все ли точно, все ли верно. Другой пример, вот здесь мы видим тоже спектр, здесь уже по времени и мощность, а нет, это плотность, различных и вот это здесь три линии, три графика, это различные мощности частиц, которые регистрируются. Соответственно, мы видим, что при солнечных вспышках, а вот это классы солнечных вспышек различной мощности, при различных вспышках, чем мощнее вспышка, тем, соответственно, плотность более высокоэнергичных частиц растет и в данном случае вот такие наблюдения позволяют как раз изучать, как много этих частиц летит от солнца, как они влияют, как вспышки того или иного класса на солнце влияют на земное пространство или околоземное пространство. Это, в общем-то, уже важно и для полетов в космосе, в том числе, на низкой околоземной орбите, ну и для прогнозирования состояния зимой магнитосферы или уже даже вплоть до самочувствия людей, хотя на самом деле есть данные, что магнитные бури, солнечные вспышки никак не влияют на самочувствие людей, но это отдельный большой разговор. Помело и Арина этим не занималась. Похожий прибор запустили на следующем поколении ресурсов, в данном случае ресурс P-2, полетел в 14-м году и на нем был установлен детектор Nuclon. Он уже регистрировал частицы с более высокой энергией. Вот так он выглядел до того, как его погрузили в космический аппарат. Вот тут его схема. То есть, это многоуровневый такой, многослойный дозиметр, который регистрировал не только мощность частицы, которая в него пролетала, но и вторичное излучение, этот пучок, который распадался и расходился. И вот в зависимости от его расхождения и энергии разрушившейся частицы, он уже мог говорить о том, какая энергия у этой частицы. Даже, наверное, направление он мог определить, хотя здесь я не уверен. Ну, вот здесь видно цель, точный мишень, то есть, просто кусок металла плотного, к сожалению, не знаю, какого, возможно, даже, ну, свинец, вряд ли, но какой-то тяжелый металл, хотя, может быть, и алюминий. Не знаю, надо будет уточнить. В котором разрушалась эта частица в столкновениях с атомами этого металла и уже создавала пучок вторичного излучения, который и регистрировался этими детекторами. Его результаты мне встречались, но там, в общем, точно так же уточнение других детекторов, сравнение с ними. Хотя, конечно, все ученые, вот те, кто занимаются частицами высоких энергий, галактическими, они гоняются за космическими лучами предельно высокой энергии. О них мы сейчас поговорим в контексте следующего эксперимента Ломоносов. Но, в чем проблема нуклона была в поиске именно этих объектов. Да, и еще, конечно, гоняются за темной энергией, темной материей. В данном случае надеялись поймать что-нибудь похожее на частицу темной материи, но, насколько я знаю, не получилось этого сделать. И вот по поводу сверхмощных или предельно высоких энергий частиц, интерес научный в том, что никто не понимает, какой физический принцип или событие во Вселенной способствует выбросу этой частицы, потому что теоретически их быть не может быть. Не может, а на Земле, наблюдая за атмосферой, иногда замечают такие события, которые вот именно столкновение этой частицы с молекулами и атомами земного воздуха, разрушение ее, замечают и говорят, что вероятно, вот по нашим наблюдениям, что-то похожее есть, но никакой теории, способной объяснить происхождение этих частиц, по сути нет. Вот может быть как раз радиоастрон, который увидел свечение ядер квазаров, которые превосходят любые теоретически возможные, и вот здесь частицы, которые точно так же, мощность которых превосходит любой теоретически возможный, может быть как-то связанные, но не будем торопиться, подождем пока к этому либо подтвердят мое предположение, либо опровергнут наши астрофизики. Проблема этого наклона и всех попыток поймать эти частицы в том, что они очень и очень редки, то есть вот как мы видим на этом графике, чем выше энергия, тем, да, вот все-таки здесь это плотность, да, это энергия, чем больше энергия, тем их меньше, тем они реже встречаются, то есть, чтобы нам их больше поймать, или хотя бы одну, нам увеличивать надо диаметр детектора, и в данном случае надеялись на удачу, либо увеличивать диаметр детектора, либо просто дольше летать, но вот он пролетал, проработал до 2018 года, 4 года, сейчас его работа уже завершилась, но я думаю, обработка данных еще идет. И, наконец, российский тоже проект Ломоносов, по сути, его называли студенческим спутником, но студенты университета, МГУ занимался производством полезной нагрузки, которая располагалась вот в этом блоке, парашют, это не его, это из музея в городе Циолковский, возле космодрома Восточный, откуда его запускали, это парашют просто корабля «Союз», который не запускали с Восточного, но подарили музею. Так вот, блок приборов находился здесь, а служебный модуль был произведен в Москве, в НИЭМ, есть такое предприятие, сделали, запустили, несколько лет поработал, в шестнадцатом году запустили, но к концу, по-моему, восемнадцатого все-таки с ним, там проблемы уже возникли не с самим космическим аппаратом, как было, например, у Радиоастрона, где вышла служебная система передачи данных, а с полезной нагрузкой, но какие-то результаты он получил, и вот, например, есть вот такие примеры, то есть там были камеры для регистрации свечения, и, по сути, это наблюдение космического мусора или каких-либо космических объектов, которые пролетали в поле зрения этого телескопа и этого спутника. Одна из важных задач, то есть, в общем-то, у него было два направления исследований, он смотрел вверх, и он смотрел вниз. Вверх он с внешней части космоса, он принимал как раз заряженные частицы, тоже у него там дозиметр был, исследовал те же самые частицы высоких энергий, которые прилетают из внешних пределов космоса, но он охотился и за теми самыми космическими лучами предельно высоких энергий, но глядя вниз, что он делал? Он пытался зарегистрировать вспышку света, которая возникает в тот момент, когда эта частица прилетает в нашу атмосферу, происходит столкновение с атомами земного воздуха, и в этот момент происходит вспышка в ультрафиолетовом диапазоне, которую и пытался увидеть этот радиотелескоп, а телескоп уже, там несколько телескопов было на самом деле, но как раз ультрафиолетового плана, ультрафиолетового диапазона. И вот в ультрафиолете, наблюдая вниз земную атмосферу, пытались увидеть момент или событие, вот здесь как раз эта вспышка и показана, как ее приняли на детекторе, пытались определить и частоту, и энергию вот этих частиц предельно высоких энергий. Как сказали ученые, несколько штук зарегистрировали, точнее вспышек-то было гораздо больше, там вплоть до того, что на Земле вообще много чего вспыхивает в разное время по разным причинам, ну прежде всего человеческие происхождения у этих вспышек, но несколько вспышек в атмосфере все-таки смогли найти, которые вероятно могут иметь отношение к этим космическим лучам, но какого-то итогового отчета пока еще не было, обработка данных продолжается и опять-таки подождем результатов, то есть космический аппарат уже не работает практически, но данные с него еще будут обрабатываться, соответственно будут какие-то научные результаты. Дальше поговорим про межпланетную космонавтику. И здесь в общем-то у российской космонавтики с межпланетными запусками не очень хорошо складывается, и есть такая шутка, что вот да, Тихоокеанская спутниковая группировка пополнилась новыми космическими аппаратами, две попытки было у российской космонавтики, то есть я говорю как раз не о советской, российской космонавтики запускать космические аппараты в данном случае к Марсу, Марс 96 в 96 году и Фобос Грунт в 2011, обе они закончились в Тихом океане. К сожалению, по разным причинам, там была проблема с разгонным блоком, здесь была проблема с бортовым компьютером космического аппарата, но так или иначе долететь они до цели не смогли. Хотя это были довольно сложные программы, вот Марс 96, очень мало про него, кто знает, но там было четыре спускаемых аппарата, причем два должны были мягко сесть, два должны были врезаться в поверхность и пробить на несколько метров вглубь и остаться там и передавать данные в космос. То есть очень интересное исследование было, была орбитальная часть, но, к сожалению, все это не долетело до Марса. Фобос Грунт, он дольше полетал, он полетал даже больше месяца, но, к сожалению, управление было потеряно, вернуть не смогли, отдать команду улететь на Марс тоже не смогли, ну не на Марс, а на спутник Фобоса. Хотя задача у него была долететь до Фобоса, собрать грунт и вернуть на Землю. Это такое, ожидалось, что это будет первый этап добычи полезных, не полезных ископаемых, а просто добычи грунта на Марсе. То есть первая часть собрать грунт с Фобоса и считается, что часть марсианского грунта есть и на Фобосе, когда куски разлетались от падения больших астероидов. Ну такие куски, в общем-то, и на Земле есть, долетевшие от Марса, но считается, что на Фобосе можно найти более такие свежие, что ли, осколки марсианские. То есть, чтобы добыть грунт Марса, не обязательно лететь на Марс. Можно долететь до Фобоса, взять и привезти. Но вот сейчас как раз эту программу практически с той же, в той же самой последовательности, ну там за одним исключением, что еще собираются слетать на Деймос, на второй спутник Марса, планируют сделать японцы. По их планам, по-моему, запуск предполагается в 2024 году. В России периодически вспоминают про запуск Фобоса Грунта-2. Ему там давали название Бумеранг, давали название Экспедиция-М, даже вроде какие-то деньги на это дело выделяли, но, скорее всего, не полетят. Сейчас концентрировались на программе Экзомарс, тоже про ней немного поговорим. И на других задачах, там Луна, в общем, Фобоса Грунта-2, скорее всего, не будет, к сожалению. Будет, но японский, без нашего участия. А дальше, ученые продолжают наши изучать космос, изучать другие планеты, ну в данном случае Луну и Марс, Луну тоже можно условно считать планетой, хотя понятно, все мы знаем, что это спутник. Но его исследование продолжается российскими учеными сегодня, не 50 лет назад, как это было там во времена луноходов, а прямо сегодня, прямо сейчас. Делается это благодаря чужим космическим аппаратам. Как я уже сказал, попутная нагрузка, но если раньше мы говорили о нагрузке на космических аппаратах прикладного назначения российских, то в данном случае речь идет о европейских и о американских. Вот Марс-экспресс и вместе с ним был еще Венера-экспресс, два таких аппарата почти близнеца. Они запускались российскими ракетами, на них были установлены российские приборы, которые изучали Венера-экспресс атмосферу Венеры, Марс-экспресс атмосферу и грунт Марса. И Венера-экспресс уже закончила свою экспедицию в 2015 году, а Марс-экспресс продолжает летать, и на его борту продолжают работать российские приборы. Ну сейчас мы о каждом поговорим, и часть приборов российских установлена на американских космических аппаратах. Здесь уже не было каких-то взаимных услуг. Здесь, если европейцы обычно там, давай мы тебе одно, ты нам другое, такой равноценный обмен стремятся обеспечить. Американцы в этом плане попроще, но у них есть, конечно, свой интерес. Они, когда готовят какой-нибудь космический аппарат, исследовательский, они объявляют конкурс полезной нагрузки. И любая научная группа практически со всего мира способна предложить прибор, предложить исследование, и американская группа научная уже рассматривает, так, это нам подойдет или нет, нам интересно это или нет. И если говорить там про марсоход Curiosity, там есть российский прибор, там есть испанский прибор, есть французский прибор. И все вместе обрабатываются, и иностранные ученые участвуют, и американские ученые участвуют, и всем хорошо. Все, так или иначе, получают открытия, публикуют материалы новые в сети и в научных журналах. И наука развивается, новые знания получают. Ну, пойдем. Марс-Одиссей. Американский космический аппарат. На сегодня, наверное, самый старый из работоспособных космических аппаратов, которые летают у Марса. 2001 год, его, в общем-то, и назвали «Одиссей» в память о легендарном фильме «Космический Одиссея» 2001 года. И вот он летает, работает. Чем занимается российский прибор на его борту? Он занимается регистрацией нейтронов, так называемых тепловых или медленных нейтронов, которые вылетают из поверхности Марса. Вылетают они не сами по себе, вылетают они под действием тех самых космических частиц. Предельно высоких энергий, непредельно высоких, но способных пробить атмосферу Марса, врезаться в грунт и выбить вторичное излучение, которое уходит не только вниз, но и вверх. И вот эти частицы, которые вырываются из грунта, в данном случае мы говорим про нейтроны, они имеют разную скорость. И скорость эта зависит от того, какое сопротивление эти частицы встретят в грунте в момент вылета. И лучшим замедлителем, лучшим эффектом торможения данных частиц нейтронов выступает водород. За счет большого размера ядра атома водород лучше всего тормозит. А сам по себе, то есть эти детекторы регистрируют содержание водорода в грунте при помощи вторичного нейтронного излучения, которое вылетает из грунта под воздействием космических частиц высоких энергий. То есть здесь космические силы, космическая радиация не мешает в полетах на Марс, а наоборот помогает изучать его и Марс, и Луну. И вот он регистрирует эти нейтроны, и в зависимости от скорости этих нейтронов, которые регистрируются вот этим детектором, определяется содержание водорода в грунте на глубину примерно до 1 метра. Ну, как правило, там полметра или чуть глубже. Обычно в грунте сам по себе водород так не находится. Это летучий газ, и он улетит, даже если он где-то там будет находиться в каких-то порах, в камнях, все равно рано или поздно он покинет этот предел. И лучший способ удержать водород в одном месте – это вода. Это уже молекула более сложная, которую там воду можно заморозить, и уже никуда водород не улетит. И предположили, сначала предполагалось, что именно водород в грунте указывает на содержание воды в этом грунте. Сначала это было предположение. Прибор Hand, он называется, был запущен на этом Одиссеи, и он полетал вокруг Марса и составил вот такую карту распределения воды или водорода в грунте. Оказалось, что к полюсам его побольше, к экватору поменьше, но в целом вот так. И чтобы перепроверить, действительно ли это вода, на то место, где наш аппарат указывал высокое содержание воды в грунте, отправили спускаемый аппарат. Феникс, он совершил посадку, копнул этот грунт, и оказалось, что там под тремя сантиметрами пыли и песка марсианского лежит самый настоящий лед. Просто обыкновенный лед водяной, не углекислотный, именно водяной. То есть проверка была совершена, то, что было наблюдение, исследование нашим прибором было сделано из космоса, на Земле, на поверхности, точнее, Марса. Проверили, убедились, что да, это действительно так. И на сегодня достоверность этих приборов показала высокую эффективность, и сейчас они летают около Луны. Вот здесь его можно даже на схеме увидеть. Это более развитый прибор. Если здесь мы можем увидеть, что карта большая, и вот такие клеточки, что это такое? Это очень низкая разрешающая способность прибора, потому что он регистрирует нейтроны, летящие со всех сторон. То есть, по сути, вот сколько есть угол видимости на местности под спутником, а высота полета спутника примерно 300 километров. То есть, по сути, вот эти радиус наблюдения 300 километров, он и есть у этого прибора. И, соответственно, каждый пиксель на той карте, которую он построил, примерно имеет в поперечнике даже не 300, а может быть 600 километров. То есть, это очень грубая карта. И ученые решили с этим что-то сделать. И следующий модернизированный вариант, вот он он, он полетел с так называемым коллиматором. То есть, по сути, это, как, не знаю, в детстве кто-нибудь играл в астронома, когда сворачивал какой-нибудь большой лист бумаги и смотрел в него. Вот таким образом мы делали коллиматор. То есть, он не приближает, но он уже ограничивает поле видимости, чем повышает, по сути, разрешающая способность, если мы будем по результатам этих наблюдений строить карту. И мы уже будем видеть не все, что нам со всех сторон приходит, а в более узком диапазоне. Ну, здесь мы говорим не о диапазоне длин волн, а просто физическом диапазоне. И здесь как раз есть коллиматор, который позволяет тем же самым принципам, но с более высокой точностью, наблюдать поверхность. Коллиматор, конечно, не все способен задержать, потому что заряженные частицы обладают высокой проникающей способностью. Поэтому было построено две карты. Без коллиматора, не коллимированный. И коллимированная карта Луны. Уже распределение водорода в грунте Луны. И там тоже результат показал, что на полюсах есть вода. Ее, видимо, больше, чем на экваторе. А напомню, и луноходы, и пилотируемые космические аппараты на Луну прилетали ближе к экватору. Ну, там было подальше от экватора, но все равно достаточно далеко от полюсов. Все равно в средних широтах. Здесь, в данном случае, эта карта не была, в принципе, открытием воды или водорода в грунте Марса. Подобные данные, подобные приборы запускали американцы. И раньше, в частности, Лунар Проспектор в 90-х годах летал. Но он был тоже достаточно грубый. Здесь же получилось построить достаточно детальную карту. Вот здесь даже пример с лунным полюсом, где можно увидеть более плотное распределение. То есть, в каких-то местах, вот, например, в кратере, в темном кратере, близко к полюсу, повышенное содержание воды. Вот здесь даже обведено дополнительно. Где-то на горах низкое содержание воды, или водорода в данном случае. Но вот здесь как раз эта картина не просто так показана. Вот здесь подписано. Вода там, где должна быть, и там, где не должна быть. Вот это наблюдение стало предметом спора между российскими и американскими учеными, потому что у них традиционная гипотеза какова. В кратерах, в глубоких кратерах, там, где всегда холодно, туда, куда не попадает солнечный свет, если мы говорим про кратеры на полюсе Луны, там может быть вода, потому что вот там падали кометы, испарялась вода, в темных и холодных участках конденсировалась и навсегда там оставалась. То есть, на высоких местах, на которых светит солнце, там воды быть не может, или будет там совершенно ничтожное количество. Здесь же, в некоторых местах, в некоторых возвышенностях, тоже наш коллиматор, наш прибор показал высокое содержание воды. И американские ученые на основании этого поставили под сомнение достоверность данных с этого прибора и сказали, нет, там быть не может, значит, ваш прибор врет. Наши сказали, да мы вообще в нем уверены, ты нам не рассказывай, мы вон там на Марсе летаем, по Марсу ездим, сейчас про марсоход расскажу, и все у нас нормально работает. До конца этот спор пока не разрешился, реально, конечно, последнюю точку в этом споре поставит только спускаемый аппарат, который позволит где-то сесть рядом или в этих местах спорных и проверить непосредственно. Либо какое-то наблюдение, которое будет, получит похожие результаты, но за счет другого физического принципа исследования, в принципе, тоже возможно, такое проводилось. И ученые стараются любое открытие перепроверять другими средствами. Но мы уже пойдем дальше от Луны, снова на Марс. И в данном случае в 12-м году, уже гораздо позже Одиссея, полетел американский марсоход, и вот можно увидеть в задней его части установлен прибор ДАН, динамическая альбеда нейтронов, переводится. Это тоже похожий на тот, что был установлен на Одиссей, российский прибор, как оказалось, они основу, техническую основу и технический принцип этого прибора позаимствовали в нефтяной отрасли. То есть нефтяники, когда бурят скважину и хотят понять, много там водорода, но в данном случае уже не о воде речь, а о нефти, что тоже является углеводородом, соответственно, показывает большое содержание водорода. Чтобы это проверить, используют похожий принцип. В данном случае мы не нефть ищем на Марсе, чтобы подарить ему демократию, а воду или водород в данном случае. И вот примерно один из результатов деятельности, то есть прибор идет, причем если мы говорили про Одиссея или ЛРО, там принцип пассивный, то есть там только приемник стоит вот этих нейтронов, в данном случае он здесь и изображен, который на Curiosity установлен. И мы ждем воли небесной, то есть когда нам достаточно хорошо пробомбардирует все космическими частицами, ну там поток примерно одинакового масштаба, там с разницей только на влияние Солнца. Но в целом есть примерное представление, с какой интенсивности бомбардируется космическими частицами поверхности Марса и Луны. И исходя из этого можно вести пассивные наблюдения, то есть принимать только частицы, которые вылетают под воздействием природных факторов. В отличие от Одиссея, на Curiosity, вот в другой части аппарата, установлен источник нейтронов. То есть он не просто принимает, он еще и сам бомбардирует, обстреливает грунт и принимает то, что из грунта летит в обратную сторону. И это уже является активным режимом работы прибора. Ну в общем можно и так, и так. И вот здесь пример того, как космический аппарат, точнее марсоход или наш прибор на марсоходе совершил, ну не то чтобы прям фундаментальное открытие, но действительно в марсианском экваторе, рядом с экватором, где движется марсоход, нашлось достаточно высокое содержание воды. То есть вот здесь такой спутниковый снимок мы видим, или даже не спутниковый, а по навигационным камерам марсохода построенный. Маршрут этого марсохода, вот он. И зеленым, здесь наверное вот такую петлю он сделал, зеленым меньше содержания, синим самое малое. Ну вот здесь как по этому графику малое содержание воды. Ну вот чем ниже, тем содержание воды выше. И в конце концов вот в этом участке там проводилось бурение, там исследовали грунт другими приборами, спектрометрами, которые установлены, в частности французским, который установлен на марсоходе. То есть могли перепроверить данные прибора, дан другими средствами. И действительно там нашли довольно высокое содержание воды. В пресс-релизах это даже назвали марсианским оазисом. То есть то место, которое совсем не ожидали при экваториальной части, не ожидали вообще такой высокий процент содержания воды. Ну там процент, если не ошибаюсь, от 6 до 10 процентов воды в грунте. То есть в целом это все равно достаточно много по массе. Вероятно в данном случае речь идет не о замерзшей воде, как считается вот в приполярье, что там лежит в темноте, в холоде замерзшая вода. Здесь возможно речь идет о гипсе. Гипс это минерал, в состав которого входит, в кристаллическую структуру которого входит вода. Она связана на минеральном, на кристаллическом уровне. Если, например, подогреть там градусов до 400, наверное, гипс, вода из него начнет испаряться. Но в данном случае 400 градусов на Марсе просто так не бывает. Максимальная температура там плюс 30 и именно температура поверхности летом в полдень или чуть после полудня. Но то есть если бы там был лед, он бы испарился. Потому что там низкое давление и даже там при незначительном плюсе уже начинается испарение воды, сублимация. То в данном случае, точнее сублимация, это если изо льда, а если он уже жидкий, то испаряется. Как привычное нам кипение, но при температуре там 5-10 градусов. Если это гипс, то он может спокойно находиться без, там при температуре даже плюс 30 градусов и не испаряться, хранить воду. А гипс в тех местах достаточно много его встречается и никуда под нынешними условиями марсианской поверхности он не исчезает, хранится. Так что хранилище воды на Марсе не только лед, но и гипс. Марс-экспресс, европейский космический аппарат, который летает с 2003 года вокруг Марса, запускался Российским Союзом, с Байконура полетел и там несколько российских приборов. Их название Омега, ПФС, Спикам. Задача у них либо изучение грунта, либо изучение атмосферы. Вот, например, Спикам, совмещенное такое созвучно за звездой Спика и Кам камера. Его задача наблюдать спектр, например, звезд, достаточно ярких, типа Спики, на просвет через марсианскую атмосферу. Таким образом, если мы знаем спектр звезды и видим линии поглощения, то есть тот свет этой звезды, который поглощается в этой атмосфере, сравнивая до поглощения и после, до прохождения наблюдения этой звезды через атмосферу и после, мы уже можем видеть разницу и состав атмосферы, там пыль, которая находится в ней, вода, водяной лед или какие-то газы, которые обычно считаются в атмосфере Марса, имеют невысокий или изменяющийся состав в течение года. Вот такие данные можно наблюдать или найти в пресс-релизах, которые построены по данным наблюдений. Например, вот здесь распределение водяных паров, здесь самое высокое, получается, зеленый цвет водяного пара, самое низкое содержание – это синий цвет. Вот здесь Марс Экспресс и российский прибор на нем подтвердил из космоса уже у Марса содержание метана на поверхности Марса или в атмосфере Марса. Метан – это органическое соединение, простой органический газ, на Земле он входит в главный компонент земного природного газа, и мы, в общем, все ими пользуемся. Но есть давно предположения, первые открытия марсианского метана были совершены с Земли телескопами, потом вот Марс Экспресс подтвердил, потом марсоход Curiosity нашел на поверхности, а потом прилетел другой более точный аппарат, ExoMars, мы сейчас о нем поговорим, и сказал, что вообще никакого метана там у вас нет. В общем, вот это открытие, как раз в той самой перепроверке, о которой всегда заботятся ученые, далеко не каждое открытие становится сенсацией, далеко не каждая сенсация становится открытием. Действительно, ни один прибор показывал метан на Марсе, но потом оказалось, что там с ним загадка сохраняется. Если воду на Марсе нашли, жизни еще не нашли, то вот метан то ли нашли, то ли не нашли, пока неизвестно. Спектрометр Омега позволяет наблюдать Марс на поверхность его. Вот здесь, например, снимок такой двойной составной южного полюса Марса, полярной шапки, и мы здесь видим два цвета, ну там кроме зеленого, мы видим два цвета, розовый и синий. В данном случае два типа льда, то есть верхняя часть, это инфракрасный спектрометр, то есть это не тот цвет, который видели бы наши глаза, но вот розовым цветом здесь обозначен углекислотный лед, так называемый сухой лед, а из-под него на голубине выглядывает голубой уже водяной лед, то есть в том числе благодаря этому прибору мы знаем, что марсианская полярная шапка имеет два льда, состоит из двух слоев льда, углекислотный верхний и водяной нижний, причем толщина водяного льда гораздо выше углекислотного, но это мы знаем уже благодаря итальянскому радару, который был установлен на европейском аппарате. Дальше мы поговорим про экзамарс, как раз тот самый, самый суперсовременный, с самыми высокоточными детекторами, которые не просто должны были найти метан на Марсе, они должны были найти точки, откуда этот метан выбрасывается, если там есть какие-то точечные источники. Там было даже два прибора, был российский, вот этот спектрометр АЦС, и был европейский, немецкий спектрометр, который занимался тем же самым, то есть регистрировал очень низкое содержание в процентном соотношении газов различных в атмосфере. И ни наш, ни европейский практически не показал какого-либо наличия метана, как минимум, в пределах чувствительности этих приборов. Конечно, они наблюдали в основном более высокие слои атмосферы, не то, что марсоход Curiosity внизу там у себя посчитал на поверхности, но все равно расхождение с тем, что показывали предыдущие исследования, и тем, что показали это, удивительно, и точность приборов действительно высокая, но загадка сохраняется. И второй важный прибор, это нейтронный дозиметр, уже, точнее, нейтронный детектор Friend. Это уже новое развитие нейтронных детекторов, вот был сначала Одиссей, потом был коллимированный на ЛРО вокруг Луны, и снова с коллиматором, вот мы видим такие отверстия, это уже снова полетел на Марс, чтобы построить более высокоточную карту распределения воды в приповерхностном слое до одного метра на нашей красной планете. И дополнительный прибор, вот здесь он виден, это российско-волгарский дозиметр Lulian-MO. Вот такие замеры он делал по мере полета в космосе, то есть здесь различные спектры различных частиц, и там два детектора. Ну, здесь что про все это можно сказать? Можно лететь на Марс, если мы говорим про пилотируемый полет. В общем, данные, в данном случае детектора Lulian-MO подтвердили, точнее, полностью или почти полностью совпали с тем, что показал детектор, точнее, радиационный детектор марсохода Curiosity, прям практически один в один. Если по метану кто-то ошибся, то с радиацией в полете до Марса, и вокруг Марса сейчас наш детектор изучает, данные полностью сошлись. И что марсоход американский, что российский прибор, российско-болгарский, показал один и тот же результат. Лететь можно. То есть, если мы говорим про пилотируемый полет на Марс, кому интересно, облучение внутри космического корабля, современного типа, без какой-либо дополнительной защиты, без магнитных полей и все такое, два микрозиверта, два мили, да, милизиверта в день. Это, в общем, достаточно много, это чуть меньше годовой дозы обычного жителя Земли, но для космонавтов это, в общем-то, нормально. Точнее, для космонавтов это в два раза выше их нормы, если мы говорим про работу на Международной космической станции. На поверхности Марса, по данным марсохода Curiosity, один милизиверт или примерно тот же уровень облучения, что внутри Международной космической станции. То есть, на улице, на Марсе, радиация как внутри станции на низкой околоземной орбите. То есть, если мы будем на станции на Марсе, то облучение будет ниже, чем то, в котором сейчас живут и работают наши космонавты. Так что и лететь можно, если быстрее постараться или защититься дополнительными какими-то вспомогательными средствами, вроде продуктов питания обложиться вокруг себя, вокруг своей спальни, уже защита будет гораздо лучше, чем то, что есть сейчас, например, у космонавтов на Международной космической станции. В общем, здесь все данные говорят о том, что космическая радиация, солнечная в том числе, не является непреодолимым препятствием на пути до Марса. И про это можно, ну, если не забыть, то, по крайней мере, сконцентрироваться на других проблемах, которые мешают нам летать туда. Что касается Фрэнда, что касается уточненных данных, вот такую карту уже смогли построить по результатам его работы. Она уже, то есть вот здесь данные еще только за 2018 год, за полгода, даже меньше, чем за полгода, за 4 месяца. И даже эта карта уже подробнее того, что за несколько лет построил Хэнд на аппарате Одиссей. То есть в дальнейшем эта карта будет уточняться, распределение воды, залежи и высокая концентрация воды точно так же будет уточняться. И мы просто будем лучше знать, куда нам лететь, чтобы там будущему колонизатору не пришлось, как в фильме «Марсианин», пережигать ракетное топливо токсичное, чтобы добыть воды. А, в общем-то, взял ведро-лопату, пошел себе добыл воды на улице. Я думаю, это все-таки будет проще, чем в кино. На сегодня мы обзор завершаем, но есть еще несколько слайдов про будущее. Не хочется говорить про будущее. У нас, в принципе, больше половины новостей про нашу космонавтику в будущем времени. Поэтому хотелось бы как раз поговорить про настоящее, про то, что делается сейчас или делалось в предыдущие годы. Но все-таки про будущее надо сказать. Если мы говорим про астрофизику, здесь сегодня в России развиваются два очень важных, очень сложных проекта. Это «Спектр УФ» и «Спектр М-миллиметрон». «Спектр УФ» иногда называют русским телескопом «Хаббл». У него действительно диаметр телескопа, он должен наблюдать в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне. Диаметр телескопа примерно 1 метр 70 сантиметров. У телескопа «Хаббл» побольше – 2 метра 40 сантиметров. Но период его жизни уже завершается. Сейчас уже его несколько раз ремонтировали, больше ремонтировать не предполагают. И вот сколько он летает, работает, столько он и будет работать. У него там уже были проблемы с геродинами, которые помогают ему ориентироваться. В общем, век его так или иначе когда-нибудь закончится. Он, конечно, мощный телескоп, много сделал и много еще сделает, но когда-нибудь это завершится. И будем надеяться, к тому времени полетит наш «Спектр УФ» и сможет его заменить. Там будут уже другие телескопы. WFIRST, надеюсь, запустят американцы. Космический телескоп «Джеймс Вэбб». Инфракрасный телескоп с гораздо большим зеркалом, больше 6 метров. Просто фантастический проект по сложности. Постоянно откладываются, требуют больших средств для доведения. Ну, может быть, года через 2-3 полетит. И если вот «Спектр УФ» можно назвать русским «Хабблом», то «Спектр М» – «Миллиметрон» можно назвать русским «Джеймсом Вэббом». Он вполне сравним по сложности и диапазон, в котором он будет наблюдать. Если инфракрасная длина волны считается светом и наблюдается инфракрасными телескопами, то если дальше отодвигаться в сторону увеличения длины волны, там где-то будет радио. Но такой переходный между инфракрасным и радиодиапазоном – это миллиметровый диапазон. Как раз в миллиметровом диапазоне с Земли наблюдали ту самую тень черной дыры. И в данном случае даже те люди, которые, те исследователи, которые наблюдали тень черной дыры, вот буквально несколько дней назад вышел их обзор потенциала развития дальнейших исследований. И они там говорят, что вот когда полетит миллиметрон, с ним, вот точно по той же самой технологии радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой, с ним можно увеличить гораздо до большего разрешения вот это наблюдение и той черной дыры, и на другие посмотреть, и увидеть лучшее и подробнее, и сравнить, зачем это, в общем-то, нужно, сравнить, насколько наши знания у современной физики Вселенной соответствуют реальным наблюдениям. Это, в общем, про это тоже часто иногда вспоминают, или задают этот вопрос. Зачем нам нужны эти объекты за миллиард световых лет? Мы тут до Марса-то долететь не будем. Какой там миллиард? Зачем? Затем, чтобы проверить и узнать лучше, как работает наша Вселенная, которой мы все живем, а она одинаковая по своим свойствам и законам, что здесь, что за миллиард световых лет. Если там происходит что-то, чего не происходит здесь, наблюдая за теми событиями, мы в том числе подробнее узнаем и то, что происходит в нашей жизни и в нашем мире. Конечно, да, сейчас проблемы немного не те у нас в нашем мире, но Вселенная никуда не делась, ее законы никуда не делись, и они сохранятся, несмотря на то, что происходит в нашем обществе здесь и сейчас. И вот такие проекты, они, конечно, не скоро реализуются, они мега сложные, но я вот честно говорю, что наш и миллиметрон, и спектр УФ это не картинки, не просто бумага, это реальные элементы, их уже разрабатываются. Например, вот это элемент теплового щита, который должен защищать зеркало от перегрева от солнечного света, он уже разрабатывается в Красноярске. Зеркало, которое здесь должно быть, оно уже будет не просто, как просто тарелка телескопа, оно уже будет действительно зеркало, и вот элементы зеркала, которые должны сохранять свою форму и сохранять действительно гладкость, то, что можно назвать ровность поверхности, с очень высокой точностью, в несколько раз точнее, даже в несколько десятков раз точнее, чем миллиметры и миллиметровый длинный волн, в которых он должен наблюдать. И это тоже сейчас разрабатывается, я все это видел, наблюдал, и там действительно это будет углепластиковая конструкция этого зеркала, она будет покрываться дополнительным металлом, но вот сама конструкция, которая выдерживает криогенные температуры, там близкие к абсолютному нулю, она уже сейчас разрабатывается, частично уже все создано, лаборатории построены, технологии освоены, и работа идет, действительно, люди этим занимаются. Со спектром УФ там правда проблема возникла, сама труба этого телескопа, она уже лежит на НПУ Лавочкина, мне тоже довелось ее увидеть, она огромная, просто размером с автобус, зеркало на Латкаринском заводе вроде бы тоже сейчас доводится до ума, проблема возникла с детектором, с той самой фотоматрицей, ее предполагали купить у американцев, и американцы вот несколько лет назад сказали, что не, ребята, мы вам такую штуку не продадим, вдруг вы ее поставите на спутник шпион, как наши ученые не убеждали их, что все это дело будет для науки, американцы не согласились, и проблемы начались у телескопа, его чуть вообще не отменили, но вроде бы вот буквально месяц назад, или даже пару недель назад, объявили, что договорились о сотрудничестве с японцами, японцы тоже в общем матрицы умеют делать, и будем надеяться, что все-таки необходимые компоненты электронные туда будут установлены, и он полетит, и все-таки нам нафотографируют. С миллиметроном, наверное, если все будет хорошо развиваться, он полетит после спектра УЭФ, и будем надеяться, что все хорошо полетит. Ну и да, еще надо конечно сказать, я что вначале заговорил про институт медико-биологических проблем, но не сказал, кто работает с этими, потому что это тоже важно, и отмотаем назад, если мы говорим про астрофизику, вот именно про, про радиоастрономию, про радиотелескопы, там тот же самый наш, спектр-Р радиоастрон, это астрокосмический центр ФИАН, российские физики, которые сейчас как раз набравшись большого опыта наблюдения в радиодиапазоне, сейчас занимаются уже миллиметроном, разработкой миллиметрона, спектр-РГ, это институт космических исследований, интеграл, тоже институт космических исследований, ну и дальше вся межпланетная, вот, к сожалению, не скажу, кто занимается помелой Арина и Нуклоном, надо уточнить, или где-нибудь себе шпаргалочку подписать, напишу в комментариях обязательно, извините, ребята, что про вас забыл, про Нуклон надо, кстати, сказать, очень хорошо сайт был сделан, очень хорошо была построена информационная страница, у нас по российским научным проектам в принципе с этим сложности, и вот по Нуклону прям очень хорошо было показано, как оно работает, и как должно работать, и какие результаты получены. Ломоносов МГУ, это я, кажется, упомянул, здесь по межпланетным исследованиям у нас тоже занимается институт космических исследований, это все в Москве. Если говорить о продолжении, кроме вот астрофизики, будущих астрофизических исследований, надо сказать, есть проект малых космических аппаратов, вот таких, Резонанс, Арка, они больше на, если Резонанс, это то, что в российской науке называется солнечно-земные связи, то есть это солнечный ветер, взаимодействие с земной магнитосферой, тоже достаточно сложный проект, хотя выглядит простым, выглядит, что это несколько антеннок, но сделать там все достаточно сложное, и проект Арка, это солнечный телескоп, который должен смотреть на солнце с высокой разрешающей способностью, телескопами занимается ФИАН, там тоже есть отдельная лаборатория, которая занимается именно солнцем, и платформа, что здесь, что здесь, разработки НПУ Лавочкина, это российское предприятие, которое занимается и научной, и межпланетной тематикой, разработкой, и про планетологию, здесь можно следить за развитием проекта Экзомарс, вот здесь я говорил, Экзомарс Трайсгаз Орбитер, это околомарсианский спутник, космический аппарат, который летает вокруг Марса, Экзомарс предполагает два запуска, и что тот Трайсгаз Орбитер, европейский, но с нашими приборами, полетел на российском протоне, на российской ракете, здесь марсоход Экзомарс должен полететь на российской ракете, но у него еще вот эта спускаемая платформа, она тоже российского производства, она будет долговременная, она не просто доставит марсоход на поверхность, европейский марсоход на поверхность Марса, но и поработает в какое-то время, вот тут солнечные батареи у нее предусмотрены, будет заниматься исследованием атмосферы, исследованием поверхности, ну насколько дотянется, хотя руки, по-моему, манипуляторов здесь не предусмотрено, ну и должна высадить марсоход, марсоход пойдет по своим делам, и вроде бы на марсоходе тоже есть российские приборы, ими занимается в частности МФТИ, физико-технологический институт, Луна-25, тоже проект исследования Луны, как раз уже приполярных регионах, этот очень долгоиграющий, я тоже давно жду, когда он все-таки полетит, но вроде бы наши ученые, в том числе Института космических исследований, говорят, что полетит вроде бы через год, до конца 2021 года, они обещают, что все полетит, ну будем надеяться, там после Луны-25 должна быть еще серия испускаемых аппаратов и орбитальных, много всего запланировано, ну пусть хоть что-то начнется, вот здесь даже нарисован маленький луноходик, который она должна доставить, луноходика уже не будет, про него пока забудем, но хотя бы пусть долетит и поработает. Вот здесь проект Беппи Коломбо, это европейский проект, европейско-японский, и там тоже будет установлен российский нейтронный детектор Института космических исследований, и он тоже будет регистрировать воду и достаточно с высоким пространством разрешением строить карты содержания воды в меркурианском грунде. Сегодня мы знаем, что там есть вода, и примерно даже знаем, что она там ближе к полюсам, тоже в кратерах, как на Луне, но более точную карту будет построена как раз российским прибором, но ждать придется где-то до 2024 года, аппарат уже полетел, но пока он долетит до Меркурия, до Солнца такая небанальная задача долететь, и вот он этим занимается, когда долетит, тогда работа нашего прибора и начнется. На этом у нас все, мы завершаем. Спасибо за внимание, кто выдержал, и кто задавал вопросы, и кто общался в чате. Сейчас я пройдусь как раз по вопросам чата, постараюсь... В прошлый раз смотрел, много пропустил, к сожалению, постарался ответить в комментариях. Сейчас постараюсь не пропускать, но не гарантирую. Звук отсутствует, звук есть. Так, здравствуйте, Егор. Я не знаю, с кем вы разговариваете, я вообще Виталий, Егоров это фамилия. Ну ладно. На какой стадии находятся проекты межпланетных аппаратов? Ну вот, спускаемый аппарат на Экзомарс, он уже в Европе, он уже практически готов к посадке, но сам запуск, к сожалению, Экзомарса отложили на 22-й год. Ожидали, что он полетит в 2020-м, но там проблемы с парашютами возникли, не успевали их доделать. Прям вот буквально сейчас они еще продолжают заниматься парашютами, ну или сейчас они на карантине, но до того они занимались этим. А запуск-то уже в июле должен быть, то есть времени совсем мало, и решили не рисковать. Тут эти еще проблемы все. В общем, отложили на 22-й год. А на Марс можно летать раз в два года, поэтому пока вот все ждем. С Луной-25 вроде бы таких проблем нет, но все равно говорят, что она должна тоже по баллистическим соображениям полететь вот до конца, там до октября, по-моему, или до ноября, если не ошибаюсь, 21-го года. И все уже рассчитано под это, и масса полезной нагрузки, все уже смонтировано, установлено. Там тоже были проблемы, и с санкциями в том числе. Ну, Роскосмос не любит об этом особо рассказывать, поэтому детали и я, в общем, не знаю. Но сейчас вроде бы доделали, или по крайней мере к 21-му году, к концу 21-го года доделать обещают. Насчет всех остальных, пока в России, ну, там есть еще разговоры, и к Солнцу что-то запустить, и чуть ли не на Юпитер запустить. Пока я бы не рекомендовал верить пресс-релизам, которые периодически выходят. Вот когда слетает Луна-25, когда сядет спускаемый аппарат, честно, язык не поднимается, называть его казачком. Кто придумывает название ему? Ну да, ему придумали название казачок, но я стараюсь забыть об этом. Ну, наверное, не получится. Неважно, европейцы тоже смирились с этим, конечно. Луна-25 полетит, сядет, спускаемый аппарат экземарса полетит, сядет. Вот тогда будем говорить обо всем остальном. До Фобоса Грунта тоже было много планов, было много надежд, но там на астероид собирались лететь, но когда рухнул Фобос Грунт, и все рухнуло, несколько лет вообще была полная тишина. Сейчас вот вроде бы какое-то шевеление началось. Проекты завершаются, вот Испектор РГ чудом завершили, все полетело. Я честно не верил, что запустят. В 2019 году уже столько лет он откладывался тоже, но все-таки полетел, и даже успешно работает. Будем надеяться, что так это развитие в этом направлении продолжится, и отечественная межпланетная космонавтика все-таки вернется к прежним успехам, достигнет новых каких-нибудь, новых открытий. Ну, будем ждать. Здесь, в космонавтике, ждать это очень важный и ценный ресурс, тут никуда не денешься. Правка нынешней МКС на Марс. Почему нет? Ну, во-первых, потому что она тяжелая, во-вторых, она там особо не нужна, в-третьих, она рассчитывалась исключительно на низкую околоземную орбиту. То есть, вся система управления построена на то, что ее управление полностью обеспечивается с Земли. Ну, там есть, конечно, свой бортовой компьютер, своя система управления на борту, но ежесуточно, каждый момент полета МКС, 400 человек на Земле, часть в Москве, точнее, в Подмосковье, в Королеве, часть в Хьюстоне, в США, регулируют, контролируют и ведут этот полет. То есть, без людей, без прямой связи, полет МКС невозможен. Так что, даже до Луны ее запустить не получится. А вот если построить, как вы пишете, окололунную МКС или малую окололунную космическую станцию, то здесь уже она будет рассчитана под условия межпланетного пространства и по радиации в том числе, и по сложностям управления, потому что там задержка связи хоть и 2 секунды, это тоже может быть критично. И окололунная станция будет гораздо более автономна в своем управлении. И вот ее часть, в общем-то, НАСА и рассматривает такой вариант. Например, жилой модуль, который уже испытан, который уже работает несколько лет, его можно взять, прицепить к марсианскому перелетному модулю и отправить к Марсу. Но пока тоже об этом речи всерьез не идет, хотя разговор, конечно, иногда об этом НАСА упоминает. И, допустим, прилетели мы на Марс, как долго ждать следующего окна, чтобы улететь обратно на Землю? Ну вот как раз полет до Марса и обратно, был такой эксперимент наземный, Марс-500. Вот в разное время, там в разные годы, в зависимости от положения наших планет, на Марс, экспедиция на Марс займет где-то там от 480 до 580, может быть, суток, то есть вот в этом диапазоне. То есть это мы прилетели, а полет в одну сторону займет где-то полгода. Прилетели туда полгода, обратно полгода лететь, ну и, соответственно, около года на поверхности. Ну там чуть больше, наверное, полугода получается. Вот так. Это если мы хотим туда-сюда по-быстренькому. Это максимально быстрый возможный вариант. То есть все равно, даже если бы мы захотели быстро, нам все равно придется ждать сближения наших планет. И все равно вот это несколько месяцев на поверхности нам в любом случае придется жить. Готовили к запуску, но не запустили. Луноход-3, да, действительно. Луноход-3 подготовленный к запуску. Настоящий космический аппарат находится в музее НПУ Лавочкина. Туда, к сожалению, сложновато попасть. Если в музей связи в Питере просто купил билет и зашел, то в музее НПУ Лавочкину нужно позвонить заранее, собрать группу, собрать паспортные данные этой группы. Эта группа должна состоять из граждан России. Если у вас иностранец в группе, то вам нужно его данные и, в принципе, данные всей группы собрать не за две недели, а за месяц или за два месяца до посещения. И вот за неделю или за две недели до посещения музея все данные нужно передать. И когда утвердят, вот тогда только можно будет посетить его. Потому что режимное предприятие, музей на территории предприятия, то есть технически это возможно, но это довольно сложно, не так просто, как вот в другие музеи. Так, вот Илья Кудряшов, как раз российский физик, пришел в чат, ворвался в чат, и сейчас он и меня поправит, и всем остальным объяснят. Почему не хотят повторять Фобос-2, учитывая прошлые ошибки? Если говорить о Фобосе-2, который долетел таки до Фобоса, но там вышел из строя, то по сути Фобос-Грунт отчасти является продолжением этого. То есть ученые сказали, инженеры сказали, мы уже умеем долетать до Фобоса, давайте сделаем что-нибудь посложнее. И вот придумали Фобос-Грунт. Фобос-Грунт-2 не хотят повторять, потому что он по-прежнему сложен. И как показал опыт, лучше набирать новый опыт у нового поколения инженеров с задач попроще. И вот в данном случае спускаемый аппарат Экзомарса, он в общем-то не на 100% российский, там есть европейская электроника, Луна-25, наверное, во многом он будет российский, но если там какие-то электронно-компонентные базы, может быть, тайваньская найдется, ничего страшного в этом не будет, главное, чтобы работало. Но так он будет именно российским, и разработка будет российская. И получив этот опыт, уже можно будет увереннее говорить о полетах куда-нибудь подальше. Но здесь нужно понимать, что дело не только, не ученые определяют, куда лететь. Это вот, может быть, я отдельно сделаю обзор различных фильмов фантастических, мне уже рекомендовали это сделать. Я считаю, что в фильме Марсианин самая фантастическая часть, да, мы сейчас не летаем на Марс, и так далее, да, сейчас у России есть ракеты, в отличие от того, что показано в Марсианине, все это фантастика там. Но самая фантастическая часть, это когда китайский чиновник произносит фразу, пусть решают ученые. Так вот, в космонавтике ученые ничего не решают. Точнее, они могут там что-то в глубине своей Академии наук посидеть, что-то решить, и потом они идут в Роскосмос, идут в правительство и просят, и обосновывают необходимость того, что это нам нужно, это мы хотим. И, к сожалению, далеко не всегда это получается, всегда есть конкуренция, даже у различных научных групп в рамках одной Академии наук. И вот здесь вопрос надежности играет решающий фактор. Они могут предложить фантастическое исследование, но им скажут, а вы уверены, что это все долетит? Вы уверены, что вы успеете получить эти результаты? И что-то попроще, например, посадка на Луну всегда обыграет, потому что они скажут, да это же все легко, мы это делали в 70-х годах. Так что в данном случае можно предлагать что угодно, но убедить тех, кто будет выделять деньги, а деньги выделяют политики и чиновники, их убедить, что это действительно нужно, что это действительно важно, что это утрет нос американцам или там покажет величие отечественной науки, потребуются дополнительные усилия. И в данном случае полет на Фобос не самый приоритетный, именно потому, что все еще помнят, что получилось с Фобосом грунтом, все не хотят повторения этого национального позора и хотят сначала потренироваться на кошках. Все эти аппараты единичный продукт, нет унификации. Делать разгонный блок платформу и на нее накидывать приборы. Собственно, со спектрами так и есть. Если мы посмотрим, вот здесь это одна и та же платформа производства и полулавочки на разработке, платформа навигатор. Она летает на метеоспутниках электро-Л серия, на радиоастроне была она, на спектре РГ, сейчас она на миллиметроне тоже, она должна быть, ну, вероятно, модернизированный вариант. Так что, эту идею все понимают. То же самое с малыми аппаратами, как я уже сказал, платформа одна и та же. Просто, ученые не всегда думают о том, на чем полетит их космический аппарат, они думают, исходя из того, что им нужно, какую им нужны данные получить. И они иногда предлагают такую конструкцию, которую не пристроишь ни на какой другой аппарат, и приходится тогда, если уж проект утвержден, то приходится делать аппарат с нуля, но все равно стараются брать какую-то основу, которая уже есть. Например, тот же Фобос Грунт, ладно, до него не будем мотать, часть его взяли от разгонного блока Фрегат. И, в общем-то, вот эта переделка, попытка перестроить то, что уже есть, к тому, что хочется, не пошла на пользу. Как раз там засбоил именно бортовой компьютер, потому что тот, который взяли, был на Фрегате, не подходил, сделали новый, и именно на нем проблемы и возникли. Так что идея с унификацией, она разумная, в общем-то, и понятная, и когда это можно делать, это делают. Но вот такой абсолютной унификации не получается, потому что у разных ученых, у разных научных групп разные задачи, и они не всегда совпадают, не способствуют какой-то серьезной, ну, точнее, унификацией на каких-то, там, в каких-то масштабах. Да, как раз Илья и рассказывает про платформу навигатор. Илья Кудряшов, можете найти его в соцсетях, он тоже там занимается популяризацией науки, физики, в том числе, с лекциями выступает, ну, и вот сейчас пришел мне помогать. Когда будут небольшие ролики? Многие люди не могут позволить себе просматривать всю лекцию. Ну, она в записи, можно просто несколько раз, но понятно, что это сложно. Ну, сейчас карантин, это такая серия карантинных лекций, я помогаю пережить людям непростое время пребывания в четырех стенах. Я надеюсь, что я им в этом помогаю. Хотя сейчас карантин вообще на месяц продлили, и я боюсь, не выдержу каждый день этим заниматься. И все, кто рядом со мной помогают это делать, тоже не выдержат. Но я постараюсь попробовать другие форматы, действительно, более короткие ролики. Но более коротких роликов много, а здесь вот хоть какая-то оригинальность. Я очень долго не брался за развитие блога на ютюбе, и вот сейчас подходящее время, и я начинаю с того, с той формы, которая мне наиболее проста и комфортна. То есть я в оффлайне выступал достаточно много с лекциями, ну и сейчас продолжаю это уже в онлайн-режиме. Но я попробую что-то другое, конечно. Вопрос. Прерывается ли связь с марсоходом в момент, когда Марс и Земля находятся по разные стороны от Солнца на одной линии? Да, прерывается. Как долго это длится, это примерно месяц. То есть первые сигналы удается пробиться через излучение Солнца, когда уже Марс выглядывает из-за Солнца, ну где-то, наверное, период две недели. Но в это время стараются никаких команд не отправлять, потому что из-за шумов, из-за помех, которые идут от Солнца, в команду может закраться какая-нибудь ошибка, что не очень хорошо сработает. Так что каникулы у марсохода и у людей, которые управляют, им происходят примерно раз в два года, вот как раз на месяц или там около того. Четыре недели, иногда чуть больше. По традиции марафона надо показать котейку. Зверя зовут Киви, это она, и по-моему, она не очень сейчас в настроении участвовать в съемке. Кота, кота, кота в студии. Вот он кот. Зовут ее Киви, потому что, ну, она похожа на фрукт Киви. И иногда я ей даю йогурт с Киви и говорю, что это, мы наблюдаем процесс каннибализма. Но в целом умное животное, иногда даже через чур, иногда хитрая. Ну, в общем, живность, да. Кот не зеленый, но вполне живой. Так, так, так. Сейчас посмотрим, что у нас тут еще есть. Является космическая наука острием научного прогресса в мирное время. Ну, на сегодня, наверное, нет. Все-таки сейчас уже есть там биотехнологии, физика частиц, там термоядерная энергетика, туда, наверное, внимание больше уделяется. Ну, потому что космосом уже примерно понятно, что такие сливки космические, то есть, самое интересное, там, посмотреть на обратную сторону Луны и посмотреть, есть ли жизнь на Марсе, или там, есть ли древние марсиане, там, марсианские пирамиды, и так далее. Даже посмотреть на Плутон, это уже сделали. И вот самое интересное, что можно было узнать достаточно легко, уже узнали. А следующее исследование, каждое новое поколение исследований, оно идет в усложнении. То есть, был космический телескоп Хабу два с половиной метра, теперь вот сделали шестиметровый. То есть, каждый новый шаг в исследовании, он требует гораздо больших ресурсов, а чего-то найти, уже такого, ну, фантастического, или перспективного, убедить в этом тех самых чиновников, гораздо сложнее. И, конечно, там шестиметровый телескоп космический увидит больше, чем двухметровый. И, наверное, это будет и серьезное исследование. Ну, поэтому ему и дали там несколько миллиардов, или даже уже больше десяти миллиардов долларов на Джеймса Веба. К сожалению, на наш миллиметрон вряд ли столько дадут, но мы будем надеяться, что все-таки проект будет развиваться. Так что, в данном случае, очень много, как в примере с тем же марсоходом, то есть, прибор, который используется на Земле, его взяли, пристроили на Марс, и он там приносит, дает полезные результаты. Поэтому, сложно сказать, что это прям передовое место, где, но, например, вот тот же самый, вот был нуклон, который регистрировал частицу тяжелые, заряженные, которые летят из космоса. Похожий прибор есть на МКС, американский, и ученые его называют космическим филиалом большого адронного коллайдера. К сожалению, в отличие от американского прибора, АЦС, по-моему, он называется, его можно ремонтировать. Вот недавно, кстати, был ремонт, его привезли еще на шаттле, поставили, космонавты его подключили, он стоит на борту станции и продолжает регистрировать эти частицы, прилетающие из космоса. И когда с ним что-то происходит, просто космонавты выходят и ремонтируют. Ну вот, с нашим нуклоном так не получилось, а в принципе, это действительно было частью мирового движения физиков к новым целям. Ну, если говорить именно про цели космического плана, который сейчас интересует ученых, это как раз темная энергия, темная материя. И вот как раз, если была надежда, что нуклон поймает хоть одну частицу темной материи, но, наверное, он это не сделал, то с спектром РГ говорят, что он поможет в уточнении распределения темной энергии по всей Вселенной. То есть, понятно, он не увидит саму темную энергию, но вот влияние ее на другие объекты, там, галактики, черные дыры, в теории он должен увидеть и, ну, посмотрим, получится ли ему на самом деле. То есть, в данном случае, вот если говорить конкретно про эти направления, космонавтику, можно считать передовой, но по части разработки именно приборов, то здесь скорее земные достижения берутся для космических исследований, а уже не наоборот. Так, ну, Илья, прям все за меня, все ответы. Мы вас Егоров в узких кругах завел, мы бы путают многие. Ну, ну, ладно. В общем, не первый раз, так что я уже смирился. Про медицинскую пилотируемую науку ничего не сказано, наверняка оно было. В этой лекции нет, я в самом начале сказал, что пилотируемая космонавтика, исследования, связанные там с биоспутниками, отдельно как-нибудь поговорим, во-первых, там очень много исследований, они очень много длятся. У нас сейчас уже это заняло почти два часа, наверное, а здесь это отдельный большой разговор. Я как-то писал, делал небольшой обзор пилотируемых экспериментов, которые делаются на МКС, могу просто дать ссылку в комментариях, ну и потом как-нибудь отдельно поговорим. Мне действительно проще, может быть, попробую пригласить кого-то из специалистов Института медико-биологических проблем, где в основном проводятся эти эксперименты, они расскажут подробнее, ну или я попробую сделать такой краткий обзор того, что у нас вообще космонавты, чем занимаются в космосе, какую науку делают. Не сегодня, но обязательно поговорим. Не кажется ли вам, что в современном мире для успеха популяризации нужно рассказывать о космонавтике, а не о российской космонавтике? Отбирать темы лучше с точки зрения их интересности. Ну мне, например, когда-то было интересно, чем занимаются наши ученые в космосе. Можно сказать, что да, конечно, современный мир, он такой весь глобальный, все пронизано, международные проекты, наука это дело международное, все это правильно. Но мне кажется, вопрос нашей сети все равно по-прежнему важен. Потому что в конце концов мы можем сколько угодно говорить о международном значении космонавтики или полета человека на Луну, например, но когда наши ученые приходят к нашим политикам, то наши политики принимают решение давать им или не давать. А если во всех новостях мы слышим про достижения телескоп Хаббл, гравитационные волны американские Лиго зарегистрировал, то нашим ученым зададут, сами они не любят особо популяризацией заниматься, и нашим ученым зададут вопрос, а вы чем вообще 20 лет занимались? Вот да, там луноход, я помню, да, а сейчас-то что? Где наши результаты? Я хоть как-то пытаюсь, понятно, что вряд ли кто-то из Кремля смотрит мои ролики или когда-нибудь посмотрит, но я надеюсь, что те, кто сейчас учатся в школе и смотрят мои ролики, когда-нибудь окажутся в Кремле, и они уже будут принимать решение давать нашим ученым деньги или не давать. И мне все-таки хочется, я в детстве читал, что наша наука, наши луноходы, наши Марсы-3, это не так уж и плохо, что есть наши и есть ваши. Есть сотрудничество, есть и конкуренция и то и другое так или иначе развивает космонавтику. И то, что наши идут своим путем, а их идут своим путем, это нормально, это конкуренция, это эволюция побеждает тот путь, который был выбран правильно. Но если все идут одним путем, то вариантов не будет. И если он вдруг окажется тупиковым, то все. В общем-то, как раз если мы говорим про космонавтику, лунная программа оказалась тупиковым путем, все бросили, шаттлы, в общем-то, тоже во многом оказались тупиком, потому что они были достаточно ограничены в своих возможностях. 14 дней полета, большую науку на этом не сделаешь. Можно, конечно, делать какие-то эксперименты, но именно то, что советская космонавтика пошла своим путем, полетели наши станции, долговременные, мир, то именно это стало основой развития, общего развития мировой космонавтики, в частности, на МКС. То есть, один путь советский и один путь американский шли в разные стороны, но потом вместе пришли к объединению усилий на одной МКС. И если бы были шаттлы, МКС бы не было. Если бы был один мир, точно так же не было бы МКС. Поэтому наши и ваши и их, идущие разными путями, это хорошо, это расширяет возможности, это расширяет возможности выбора того или иного пути. И в конечном счете, если один упрется в тупик, человечество в целом пойдет дальше благодаря тому, что не все шли одной дорогой. Поэтому я считаю, что наше, говорить про наше, это по-прежнему важно и поддерживать наших ученых по меру своей возможности, я тоже считаю это важным делом. Но это неплохо. Все люди так или иначе делятся на наших и ваших. И это эволюционно обоснованно, потому что нельзя выбирать один путь, потому что далеко не всегда он может оказаться верным. Лучше идти десятью путями, лучше пусть развивается сто, школа развивается, расцветает сто цветов. И это позволяет нашему человечеству развиваться в разные стороны, многосторонние. А кто-то скажет, зачем вам вообще космонавтика, давайте океан изучайте. Ну так пусть те, кто хочет изучать океан, изучают океан. Те, кто хочет летать в космос, летают в космос. А кто хочет строить радиотелескопы, пусть строит телескопы. И это будут разные люди, разные команды и из разных стран. Хотя, может быть, они будут сотрудничать с тот же самый радиоастроном. Вот я забыл сказать, иностранное участие радиоастрона оказалось очень важно, потому что удавалось работать не только с российскими наземными станциями, но практически все крупные радиотелескопы мира работали с нашим радиоастроном и считали за счастье с ним поработать и действительно получали уникальные данные и радовались этому. Это была международная наука, но благодаря нашему телескопу. Я здесь не говорю, что вот мы там наш, патриотизм и все такое. А просто у других стран были другие приоритеты и они не сделали этот телескоп. А в российском, в России наши ученые смогли доказать его необходимость, смогли получить деньги, смогли его сделать и запустить. И выгоду получил весь мир, вся мировая наука. Так что в данном случае наши и не наши пусть так и будет. И каждый будет развиваться своим путем и вместе мы разовьемся больше, чем если бы шли в одну сторону. Прибор помела мифи. Вот здесь подсказывает все. АМС-0-2 вот тот самый прибор, который на МКС стоит американский. Альфа-магнитный спектрометр. Все правильно. Илья почти на все вопросы мои ответил. В Роскосмос очень много проектов. Какие же все же стоит ждать действительно? Например, экспедиция М или Лаплас? Экспедиция М это Фобос Грунт-2. Я не рекомендую его ждать. Вряд ли. Сейчас Роскосмос планирует новую программу. В принципе, космическую программу переписывать. Сейчас она написана на 10 лет с 15 по 25 или там с 16 по 25. Слухи пошли, что Роскосмос собирается новую программу написать чуть ли не на 20 лет вперед. Вот посмотрим, что там будет написано. Насчет экспедиции М я все-таки сомневаюсь. Повторять Фобос Грунт сейчас ну это не в приоритете. Полулавочкина хотела может быть это сделать, но у Роскосмоса сейчас инвестируют иные приоритеты и наверное будет что-то иное. А вот про что я забыл кстати упомянуть, надо будет добавить. Венера Д или Венера долгоживущая. Сейчас вроде бы заговорили о том, что в конце 20-х годов ее может быть запустят. и даже ведется обсуждение с американскими учеными. Американцы готовы туда свой небольшой блок поставить. Но там есть вопросы, есть проблемы. Обсуждения между научными группами России и Америки сейчас идут. Да, но есть определенные сложности с этим вопросом. Поэтому, к сожалению, ну, по Венере Д еще стоит смотреть новости. Лаплас это суперсложно. Это проект полета к Ганимеду, к спутнику Юпитера. И пока наши аппараты не сели на Луну и на Марс, всерьез говорить о Юпитере я даже не буду, потому что пока это фантастика. Потом, может быть, хотя бы Луны 25 уже более уверенно про это можно хотя бы предлагать ученые смогут это. Но не сейчас. Есть ли сейчас в России такие проекты, как Лунный спутник или Маяк от негосударственных команд и подобные проекты за границей? Если мы говорим про межпланетную космонавтику от негосударственных образований, есть несколько. Например, есть немецкая команда Petiscientist, они при поддержке Ауди делают луноход. Я даже встречался с основателем этой компании, у меня есть на сайте интервью с ним. И даже в моей книге «Делай космос» оно включено. Но они собирались полететь в 2018 году. Сейчас 2020 по-прежнему не полетели. Они вроде как разработали уже спускаемый аппарат на Луну, разработали два даже лунохода, которые будут совершать посадку. У них интересный проект, на самом деле достаточно глубоко проработанный, продуманный, но, видимо, все тоже упирается в нехватку финансирования. Они собирались полететь попутно на ракете Falcon 9, но пока не полетели. Не знаю уж подробностей, в чем там у них причина задержки, но это космонавтика, как я уже сказал, здесь нужно уметь ждать. Пара проектов американских, которые появились по конкурсу Google Lunar Express, это такой проект был конкурс от Google на создание частного лунохода. Астроботик и Moon Express, вот эти компании, они тоже собирались запускать космические аппараты, посадочные аппараты на Луну и даже, наверное, что-то сделали, но сейчас они уже работают по госконтракту от НАСА, тоже на доставку малой полезной нагрузки, научного назначения на поверхность Луны, но, то есть, как частники они не смогли, но прошли достаточно большой путь и в конечном счете получили госконтракт. В России, ну, наверное, ну, есть там, кратко были всякие предложения запустить то, запустить все, но вот на достаточно глубоком уровне проработки на сегодня есть студенческие проекты, есть там проекты даже там молодежного объединения по лавочке на такой проект Анапа запуска малого космического аппарата к астероидам, но пока из-за отсутствия финансирования далеко они не продвинулись. Дальше вот там презентации или концептов, как и наш в том числе лунный спутник, вот мы приближаемся к завершению аванпроекта, но это первый шаг в создании космического аппарата, а дальше там и конструкторская документация, и производство, испытания, запуск, короче там дел еще навалом и пока финансирования нет, мы этот путь пройти не сможем, вот только первый шаг мы завершаем на сегодня, а там работы еще много. Других проектов ну я не встречал, то есть иногда встречаются энтузиасты, которые вот хочу Купсад запустить на там на околоземную орбиту, пока дальше не прошло, но мы здесь говорим именно про научные или какие-то аппараты не практического назначения, то есть есть российские частные компании, которые вкладываются в развитие, предлагают проекты, но пока есть даже частные компании, которые производят малые спутники, спутникс, например, вот такого общественного назначения, там или запуск аппарата, имеющего представляющего общественный интерес, а не научный или не прикладной, пока в России ну вот я не слышал, по крайней мере. Оживленная дискуссия вокруг сегодняшней лекции, что же будет завтра? Ой, да, завтра, кстати, лунный заговор будет, так что там будет много интересного. Какой выхлоп у нашей научной космонавтики? Сколько статей в рейтинговых журналах наши дают на каждый потраченный на миссию миллион? Сколько в США и Европе? Честно, не сравнивал. Если сравнивать, мы как-то проводили сравнение по сайту Web of Science, который анализирует или такой агрегатор научных публикаций, сравнивали как раз на публикационную деятельность, связанную с Международной космической станцией. И оказалось, что у россиян там количество публикаций сравнимо с количеством японских исследований, при том, что россияне как минимум двое, а иногда и трое всегда находятся на станции, а японец туда прилетает раз в два-три года, но им удается поддерживать такой же режим, то есть научная деятельность, по крайней мере, публикации на английском языке. Вот публикации, публикационная деятельность, россиян, российских ученых, инженеров, связанная с Международной космической станцией, находится на уровне Японии и Италии. В несколько раз уступает американцам, прям там даже больше десяти раз, наверное, что, конечно, грустно. Но вот, вот, в общем, так.